Я вас приветствую дорогие друзья, на связи Руслан Ашаров и это видео для тех, у кого уже есть свой ресурс, свой блог, либо сайт в интернете на базе Wordpress. И кто готов его постоянно улучшать, работать на своим сайтам, блогам, вносить изменения, вкладывать не только время, но и деньги, чтобы в итоге сделать блог максимально полезным людям и на нем зарабатывать. Мы с вами разберем, как улучшить поведенческие факторы на своем блоге, разберем очень крутой инструмент, который позволяет выводить истории на блоге, сайте, как в инстаграм. Давайте перейдем сейчас на экран и начнем разбираться. Итак, друзья, прежде чем мы с вами начнем разбирать инструмент, коротко поговорим, что же такое поведенческие факторы и как мы, улучшая поведенческие факторы, можем увеличивать посещаемость, увеличивать, улучшать аранжирование сайтов поиски. Поисковики учитывают время, которое пользователь провел на нашем ресурсе, учитывают все действия, которые он там совершил. И если поисковик видит, что посетитель достаточно долгое время, более 15 секунд проводит на блоге, если он там совершает дополнительные действия, взаимодействует с различными элементами на сайте, на блоге. И к тому же, если посетитель еще и не вернулся в поиск по какому-либо запросу, а решил свой вопрос на блоге, то он, естественно, это видит. Таким образом, он выше аранжирует ваш блог и, соответственно, таким образом вы получаете больше посещаемость и все остальные преимущества. Вот, если так говоря, по-простому. Есть и множество различных вариантов, как улучшить поведенческие факторы. Это и всплывающие окна при закрытии страницы, то есть есть специальные плагины. Это внутренняя перелинковка, это другие какие-то элементы. Мы с вами, друзья мои, разберем очень интересный, я считаю, крутой плагин. VP Stories он называется, который позволяет выводить истории. Давайте сначала покажу, как это выглядит на блоге, а потом мы уже разберем, где его взять, как скачать и как его настроить. Я сейчас нахожусь на своем блоге, давайте перейдем в любую статью на блоге и посмотрим, как выглядят истории в каждой статье. Мы видим сейчас вверху, у меня отображаются вот такие истории. Здесь внешний вид можно настроить как вам угодно, я настроил таким образом, то есть такие квадратные иконки с закругленными углами. Здесь все можно, все очень, абсолютно все, короче говоря, можно настроить, дизайн и так далее. И такой блок можно вывести либо в шапке, либо перед подвалом. Ну, я считаю, что целесообразнее будет вывести в шапке. То есть вот так это выглядит. И если мы сейчас, друзья мои, откроем какую-либо историю, то есть в истории я на данный момент вывел категории просто, да, и здесь реклама наших продуктов, наших бесплатных вебинаров. Я сейчас открою любую категорию, любую историю и вот так, смотрите, друзья мои, как круто это отображается. То есть это отображаются записи, которые пролистываются автоматически, либо мы можем их сами листать клавишами, либо мышкой. На мобильном их можно листать, просто пролистывать, да, как обычно мы листаем на смартфонах. Вот, если мы сейчас, например, посетителя заинтересовала какая-то история, он просто кликает на кнопочку и уже перейдет, переходит непосредственно на эту публикацию. То есть вот так это выглядит. В историях можно вставить любую рекламу, она не будет отображаться на внешнем блоке, она будет отображаться внутри. То есть когда посетитель будет пролистывать, ему будет отображаться реклама. То есть здесь она, можно настроить, конечно, чтобы она отображалась визуально снаружи, но я думаю, что лучше будет, если настроить ее отображение рекламы внутри. То есть, к примеру, посетитель нажимает на какую-либо историю, он либо листает, либо дожидается, пока пролистывается страница. И вот сейчас мы увидим, ну я вставил рекламу наших вебинаров, давайте вот сейчас дождемся, чтобы наглядно это увидеть, как это будет отображаться. Вот сейчас последняя история из рубрики и уже сейчас появится реклама наших, вот, появилась реклама наших бесплатных вебинаров. Таким образом вот можно встроить либо свои продукты, либо любой другой рекламный код в эти истории. Вот так это, друзья мои, работает. Я считаю, что очень круто. Есть гибкие настройки, о которых давайте я сейчас более подробно поговорю. Вкратце мы это разберем. Значит, я использую шаблон Reboot. Я его также приобретал там, где и приобретал в плагин, то есть в том же магазине. Поэтому у меня этот плагин настраивается прямо вот здесь из настроек. У вас также это будет настраиваться, но уже встраивать плагин, друзья мои, если у вас тема с какого-либо другого магазина, например, бесплатная тема WordPress, то вам нужно уже будет вставить специальный шорткод, чтобы этот плагин, чтобы вывести истории на вашем блоге. Здесь, смотрите, что мы можем настроить. Внешний вид, как я уже говорил вам, можем настроить свет рамки, вот эта рамка. Я не буду сейчас здесь ничего трогать, оставлю все как есть, просто покажу, какие настройки есть. Вы уже можете подробнее ознакомиться непосредственно на сайте плагина. Далее, что здесь еще настройки? Настройки заголовков, то есть вот эти заголовки внизу под иконками можно настроить разными способами. Можно вверху, можно внутри настроить и так далее. Здесь можно настроить их размер и количество строк. То есть настройки абсолютно понятные, абсолютно простые. И так, давайте истории пока пропустим, разберем настройки. В настройках, смотрите, друзья мои, вы пока не нажали эту галочку, здесь не поставили галочку, вы можете спокойно настраивать истории, они не будут отображаться для посетителей. Когда вы все настроили, можно, например, показать на главной, можно не показывать на мобильной версии, если снять эту галочку и так далее. То есть настройки абсолютно простые. И когда вы включаете здесь галочку, после того, как все уже настроили, то уже будет, сохраняете, публикуете, то уже будут отображаться, значит, блок истории там, где вы его разместили. Далее, друзья мои, интеграция. Ну, о том, то, о чем я говорил, то есть у меня тема, она приобреталась там же, где и плагин, и поэтому она, плагин этот интегрирован с этой темой. Я просто могу указать галочками, где мне разместить истории, и она автоматически, блок истории автоматически разместится в указанном месте. Повторюсь, если у вас другой шаблон, ничего страшного, вы просто в документации к плагину берете специальный шорткод и вставляете его в тему, в header, например, и все у вас будет точно так же отображаться. Далее, друзья мои, сами истории, давайте я раскрою. У меня здесь, как я уже говорил, выведены категории, плюс реклама наших бесплатных вебинаров. Вот они все отображаются. И смотрите, чтобы добавить историю, мы нажимаем просто кнопочку «Добавить историю». Здесь выбираем тип истории, давайте я сейчас вам покажу более подробнее. Значит, здесь что можно выбрать, смотрите. Так, давайте дождемся, откроется список. Смотрите, можно выбрать просто категории, то есть будут отображаться у вас вот здесь категории, то есть как у меня. Вы можете указать количество записей, которые будут выводиться. То есть здесь все автоматически добавляется категории. Также вы можете вывести блок с записями, то есть непосредственно нужные вам записи, просто вставив их ID в соответствующее поле. Значит, также вы можете свой блок вывести, то есть со своими слайдами, то есть как сделано это вот, допустим, в вебинарах, да. Давайте я открою, покажу. То есть здесь это уже блок «Свой» называется. То есть здесь наши картинки, сделанные в фотошопе, здесь мы их загрузили просто. Вот, что такое блок «Свой». И также, друзья мои, реклама, о которой я вам говорил, рекламу можно выводить таким образом, чтобы она не отображалась визуально снаружи, а, например, включалась между первым, вторым блоком, между вторым и третьим и так далее. То есть когда посетитель пролистывает содержание первого блока, ему показывается между, в конце реклама и уже автоматически его перебрасывает на второй, второй, вторую иконку, второй блок, да, второй категории в данном случае. Вот таким образом. То есть подробно не имеет смысла сейчас показывать, рассказывать о настройках. Ну, в принципе, то, что я вам сейчас показал, этого достаточно. Здесь самостоятельно очень несложно разобраться. Если что-то сделали не так, вам, например, не нужна эта история, вы можете ее просто удалить. Вот здесь нажать «Удалить историю», она удаляется. Все подробности, друзья мои, с видео, как настроить, вы сможете уже узнать на официальном сайте. Я оставлю вам ссылку не на официальный ресурс, а оставлю ссылку на свой блог, где вы также сможете посмотреть какие-то дополнительные материалы. Я на эту тему написал статью. И там уже перейти уже непосредственно на этот магазин, посмотреть. Но давайте я вам, я перейду сейчас и покажу вам, что здесь, в принципе, есть. Значит, смотрите, вот это плагин в AppStory, что такое история. Здесь вы можете все почитать, можете посмотреть демо-сайт. И здесь видеоинструкции есть по установке в AppStories, есть инструкции по настройке. То есть от автора подробнее все настройки. Какой нюанс здесь может быть при приобретении этого плагина? Да, естественно, он стоит денег, но стоит сущие копейки, друзья мои. На данный момент его можно приобрести всего за тысячу рублей, по сути, на один домен. И две тысячи на неограниченную лицензию. То есть на сколько угодно доменов. Если на один домен покупаете, значит 970. Значит, смотрите, какие нюансы. Здесь, когда вы нажимаете купить, приобретаете, то вам на почту приходит письмо, где будет указан ваш пароль от личного кабинета. После того, как вы скачали плагин, либо можете скачать его в личном кабинете, вы уже в личном кабинете, вот нажимая на этот замочек, заходите в личный кабинет, и там уже будет вся документация. То есть все шорт-коды, о которых я говорил, которые вы можете вставить в тему, в шаблон. Короче говоря, вся документация по этому плагину. И о чем я хотел сказать, обязательно просто сохраните пароль, который придет вам на почту. Можно, конечно, потом восстановить, но лучше его сохранить, и уже без проблем зайти в личный кабинет. Вот, друзья мои, такой прекраснейший плагин, я считаю. Я пользуюсь почти всеми продуктами ВП-шоп, поэтому могу смело их рекомендовать, с чистой совестью, скажем так. Поэтому, друзья мои, обязательно переходите по ссылке, в описании, смотрите на моем блоге описание, и уже оттуда переходите на сайт магазина, приобретайте, выбирайте любую лицензию, которая для вас подходит, и обязательно приобретайте плагин, чтобы улучшить свой блог, чтобы улучшить поведенческие факты. Я с вами прощаюсь, друзья мои, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok